Ласт Дейнер Срувайвл, подписываемся. Запись в дубле, дорогие друзья, я отерет играл Ласт Дейнер Срувайвл, и сегодня мы будем продолжать выживать с нуля, без доната, как положено, в 2021 году. Заметьте, с телефона. Да, некоторые на это не обратили внимания, что я с телефона в новое прохождение делаю. И сейчас я забегу немножко на заправочку, прокачаю байк, чуть-чуть совсем закину бензобак чоппера и вилку, коль они у меня место занимают, а я не хочу, чтобы место занимали, и заодно крышки закину. Посмотрим, как сейчас у нас рулетка гоняет, не знаю, свои джекпоты. Здесь у меня заводские детали, электроника и М16 валяются. Вот мы входим, нажимаем кнопку Spin, и очень медленно крутит, ну очень медленно. Даже не зависит от чего, от ставки. То есть, хотя бы со ставкой, чем больше ставки была бы сумма, было бы круче. Но нет, увы. Даже вот так вот не получается нормально поиграть. Я не знаю, может они что-то этим, какую-нибудь проблему решили. Способ нечестного добытия. Так, давай еще одну ставочку по 10, и ставку следующую в два раза больше. Может повезет. Так. Пожалуйста, давай какую-нибудь связочку. Нет, не повезло. Ладно, выходим отсюда к чертям собачьим. Здесь вроде как тактик можно было бы получить, если бы джекпот выбили. Здесь закидываем вот так, хоп-хоп, байк прокачали. Я экономию буду до конца прокачивать. Ох, носик мой, что-то подводит. Скоро еще, небось, чихнуть захочу. Сегодня займусь я фармом. Мне нужны необходимые ресурсы. Единственное, что я забыл сделать, это показать, что я сделаю себе одно хранилище, как раз таки специально для ресурсов. Ресурсы у меня кончаются, и в игре, в принципе, так вот устроено, что периодически придется иногда заходить что-то фармить. Я не знаю, зачем я это все понажимал. Отправляемся на красную локацию. Собой я беру вот эту монтировку. Блин, кливер. Забыл про модифицировать. Хотя там вроде бы модификации, наоборот, собрать нужно. Соответственно, нож мясника. Мясницкий нож я должен буду оставить на один удар, чтобы закинуть ее в модификацию. После этого смогу собрать до конца модификацию, вложив все свои ресурсы, которые необходимы для этого. И буду радоваться жизни с этим красивым тесаком. Буду его теперь крафтить. А не вот эти вот монтировочки. Монтировочки мне будут необходимы только стенки ломать. Точнее, вскрывать стенки с помощью монтировки. Ну, на третьем этаже бункера Альфа такая есть. Как я прохожу вообще вот такие вот ресурсные локации? Я просто бегаю по краю локации, сначала приманивая к себе токсичных зомби. Когда они прибегают, я их убиваю. И потом уже потихоньку змейкой пробираюсь в центр, убивая всех подряд. После того, как убил всех, я начинаю уже фармить ресурсы уже с помощью кнопки авто. На данный момент у меня сама хил стоит. И сама хилом, да, гораздо проще. Взял с собой лопату. Специально. Ах, не успел. Когда я вижу токсичного зомби, я бегу сразу на пролом к нему. Потому что если он начинает плеваться, то я под первый плево хотя бы не попадаю. Я здесь уже не хочу от этого токсика отбегать. Пускай взрывную волну мне устраивает лопату. Я взял для того, чтобы если найду себе деревце... Ляааа, спасибо. Как-никак видос записываешь, сразу громила. Я хочу попасть к тебе в видео, Одер. Пожалуйста. Сколько видосов с ним уже сделали? Сегодня я занимаюсь целенаправленно фармом. Мне нужны как железная руда, так и бревна. Поэтому я буду фармить сегодня бревна и железную руду, наверное, уже за кадром. Там разницы небольшой по зачистке не будет вообще никакой. То есть одинаково они зачищаются по краю, потом все глубже в центр и все. Никаких сложностей вызывать это не будет. Игра так... А, я дебил, извините. На ту же локацию прибежал. Надо нам покинуть эту локацию, бежать на какую-нибудь другую и потом снова прибежать на красную. Если мы хотим красную. Если вам жалко энергию, то можете зачистить желтую. Там громилы шанс появления меньше. Так, игра вот так вот устроена, что нам приходится постоянно фармить одни и те же ресурсы. В данном случае я периодически должен буду иногда ходить на красные локации, чтобы нафармить себе бревна с железной рудой. Но гораздо чаще нам придется проходить локации, такие как Бункер Альфа, полицейский участок и Старая ферма. В принципе, там немного ресурсов обычных можно выбить. Это могут быть те же самые бревна. И мотель, кстати, надо не забывать про него. Как-никак он замечательную гранату дает нам. И при этом мы можем нарубить там сразу деревья. Я когда-то даже переставал полностью фармить ресурсы. И мне приходилось на обычных локациях, как мотель, как, не знаю, разрушенный конвой, на этих локациях. То есть, на локациях, где попадались мне деревья, я их обязательно рубил. Я даже к торговцу когда ходил, рубил деревья. В этом плане неловко. Так, у нас сейчас в игре заканчивается один сезон. Он еще не пропал, и поэтому из-за него остались пару таких вот моментов. Это вот такие вот кустики. Я не знаю, на постоянной основе оставят или нет. Эти кустики скрывают нас от других и зомби от нас. То есть, мы можем сюда зайти. Все, нас никто не видит. Но, кто близко подошел, те спалили нас. Ящик это необычный. После крика, после сирены, после того, как я задену этот ящик. Либо... Так, вот это меньше. Для чехарда. Как задену этот ящик, начну скрывать, то... Блин. Ох, нифига, красиво летаешь. То... Произойдет звук сирены, на которой сбегутся новая волна зомби. Именно поэтому я трогать не хочу. Лут там относится по большей степени к... Сейчас восстановлю. Да, вот видите, какая волна появилась. Полную зомби добавились. Блин, что с моим языком? Практикуйся. Чаще видосов пили. И чаще стримов. И тогда будешь уверен говорить на камеру, да? Вообще по барабану, да? Не очень правильно делаю, что... Просто впритык ломаю всех. Лучше всего держать дистанцию от толстяков. Они вот так вот впритык сразу все пытаться ломать. Потому что хила явно так может не хотеть и вообще. То есть там раз в неделю будем теперь ходить на локации, добывать себе ресурсы. И пока буду ходить по КД зачищать бункер, полицейский участок, мотель со старой фермой, я буду перерабатывать это все дело. Так. После того, как сирена у нас прозвучала, мы можем уже спокойно посмотреть, что в этом ящике нам дадут. Некоторые ресурсы возьму, некоторые ресурсы не возьму. На самом деле, я сейчас, так как пришел на фарм, то мне нужно взять только то, что мне необходимо. Но тут я брать кроме изоленты ничего не хочу, потому что слишком в малых единицах целый стак займет. Я лучше стак бревна с собой заберу. Не обратил внимания, успел я заскочить от плевка или нет. Так, раз в неделю фармить локации и по КД проходить бункер Альфа, старую ферму, все остальные. Вот так вот развиваться в игре и придется. Потом, когда накопим определенные ресурсы, тем более нам сейчас, мало того, что бревна нужны для крафта нового оружия, чтобы проходить тот же самый бункер, нам еще нужно... Так, ладно, это уже новая локация, два дерева сразу здесь, рядом. Нам еще нужно как бы стенки поднимать, то есть нам еще и за дубом надо как-нибудь сходить пофармить себе дуб, чтобы стенки мы каменные могли поставить и после этого спокойно на рейды отправляться ходить. Как-никак уже 111 уровень. Так, путаемся потихоньку. Так как я занимаюсь сейчас фармом, я особо ресурсы с собой таскать вот эти не буду, которые в ящиках попадаются, но потому что... Ну, не вижу я в этом смысла. Мне нужен же, но сейчас главный ресурс для меня, это сосновое бревно. Может быть мясо, потому что... щенков кормить надо. Вот, видите, на миникарте сейчас у нас необычные зомби, такой с золотой водочкой. Это зомби-кавалер. Коловера. Коловера, да. Это... Сейчас я слышу винториес. Это меня уже немного напрягает. Сейчас просто в игре проходит... Как сказать... Хэллоуин. И есть отдельное событие. Но... В этих отдельных событиях я... Принимать участие не буду, потому что... Вы это не застанете. Мне главное прохождение показать, а... Это я не считаю прохождением, то что временно будет у нас в игре и пропадет после этого. Лучше отдельный видос заснять на другом аккаунте. Я почему-то начал сейчас о громиле думать, и меня это пугает. Зачем думать о громиле, чтобы он прибежал, в конце концов? Но если он снесет вы, естественно, и убежит, я не против. Диер. Олень. Английская раскладка, чтобы хоть как-то начать учить английский, да. Так, прочность высока подходит уже к концу. Пару ударов, и все. Я возьму... Железнодорожный знак. Коль он мне попался. Так. Сестольное хочется выкидывать. Что здесь выкинем? Это это. Это я ставлю. Так. Пока что как-то так. Здесь у нас в ящике. Вот. Вроде необычный такой ящик в честь Хэллоуина, да. Но момент другой. О. Он по лоту не отличается, в принципе, никак вообще. Правда, с одной локацией мне два дорожных знака дали. И самый хилл. Наготове, который мне не пользовался. Так, болты для меня очень важны, поэтому я все-таки их буду оставлять. Ну, а все остальное я буду миновать. Два тюрки. Индюк. Последняя сумка, по сути дела, на этой локации. И с нее полезного ничего не досталось. Мне бутылочки с собой. И все остальное. Так. Необычные зомби. Позвонили мне. Неожиданно. Не ожидал, конечно, этого. Вот такой вот красивый зомбиара. А, вот он, последний ящик, который на этой локации осталось залутать. И после этого можно будет набить зомби и спокойно лутать всю локацию. Так. Рэббит Волф. Рэббит Волф. Опасный волк. Не знаю. Блин. Сходится ли перевод в игре в русском языке и название на английском? То-сик обоминейшн. Обоминейшн. Толстяк должен быть. Но я не уверен, что оно так на самом деле и переводится. Так, это я съем. Это оставим. Это оставим. Так, бинтик я сейчас крафчу. И два куска могу убрать полностью. Все. Теперь. Само хил зачем я себе ставлю, если им не пользуюсь, вообще не понимая свою логику? Просто забываю про него жестко. Такая лютая экономия. Такой шанс. А пропускаю. Где мои животные сладкие? Шмех я тоже собирать не буду. Потому что он мне не нужен. Мне нужны только сосновые бревна. На этой локации. Ух ты ж. Какой хитрой. Бревна. Камни дайте, пожалуйста. Камни. Мне только их не хватает, чтобы топор скрафтить и погнать. Все дело собирать. Жалко, на мини-карте еще не показывать, где камни. Валяется. Во. Ну да. Рядом с камнями. Это логично, конечно. Камни мне лично не нужны. Мне с ними вроде как вообще проблем нет. Поэтому собирать их буду только для крафта топора. Вот. На локациях вот такие вот машины попадаются. И если капот закрыт, то вот такой вот значок на мини-карте, типа сундука, появляется. И мы тогда можем забрать двигатель из-под капота. Переднеприводные тачки. Так, семена мне тоже, в принципе, нужны. Как-никак kill. Поэтому начнем собирать. Все. Отправляемся на сбор. You inventory is full. You inventory is full. Наш inventory is full. Нам пишет, нам говорит наш персонаж. И, соответственно, здесь больше собирать-то нечего. Отправляемся к ящику, в который я ресурсы периодически складывал, чтобы побольше ресурсов забрать здесь. Только его найти надо будет. И на этом, в принципе, фарм закончен. И единственное, что мне остается, это просто сбегать на каменную красную локацию, чтобы забрать оттуда железную руду. И в следующей части я уже буду проходить, наверное, бункер альфа. Вы, наверное, все так его сильно ждете. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Ну, а с вами был я, Одер. Всем удачи, всем пока. Увидимся в новых видосах и на новых стримах. Ой. Пальцы большие. Бай-бай. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...